Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю новую рубрику «История в музыке». Идея в том, что я буду разбирать песни и объяснять, что означают те или иные строки или слова. Начну с песни «Дед Бородет» группы «Дом Сувязи». Клип на YouTube появился 27 марта 2019 года, и ссылка на него, конечно же, в описании, в прикрепленном комментарии, как и на все последующее. И является воспоминанием о славных деньках 90-х годов в Беларуси. Если вы беларус и смотрите это видео, мне кажется, вам будет приятно вспомнить свое детство, либо узнать, что в 90-х в Беларуси происходило. Ну а если вы не беларус, то просто окунуться в культуру страны той эпохи. Я уверен, что в других странах бывшего Советского Союза, в Украине, Казахстане, Литве, Молдове и так далее, что-то подобное тоже было, только свое. Ну что ж, поехали! Во-первых, сразу обращает на себя внимание, что клип, ну, выложен как минимум в формате 4 к 3, а не 16 на 9. То есть не в широкоформатном, а в таком квадратном. Именно так выглядело телевидение в 90-х. Даже вот в такой мелочи ребята заморочились. Ну а начальная вот эта мелодия, это звук из колыханки, который заканчивался день у всех детей Беларуси, ну, 80-х, 90-х. Я думаю, сейчас еще колыханка есть, и вот эта мелодия каждому белорусу известна. Давайте я вам покажу ее. Визуальных заставок довольно много, я несколько нашел и помню их даже несколько, вот это конца 90-х с этими лягушками, но вот эта мелодия довольно узнаваема. А вот чего даже многие белорусы не знают, сейчас вот, кстати, пойдет другая, вот эта более знакомая, чего многие белорусы не знают, это то, что эта песня записана веросами, и звучит тут голос Едвиги Поплавской. Вот это голос Едвиги Поплавской, да, и вы видите на экране гномов из «Белоснежки» Волта Дистана, я даже остановлю, чтобы меня, наверное, за это не забанили, но даже такая заставка у белорусской колыханки когда-то была. Дело в том, что стихи здесь Геннадия Буравкина, а музыка Василия Раинчика, где Василий Раинчик, там и веросы, то есть он автор практически всех песен веросов, и он художественный руководитель веросов. И эту песню в начале 80-х, собственно, записали веросы с голосом Едвиги Поплавской. Я даже для вас нашел запись какого-то, по-моему, новогоднего капустника, где семья исполняет. Это Едвига Поплавская, думаю, все узнаете. В центре сидит дочка и внук, ну а справа уже умерший Александр Тиханович. Возвращаемся к клипу группы «Дом Сувизи». Я сделал стоп-кадр. Вот эти часы тоже не просто так. Возможно, жители, те, кто родился еще при Советском Союзе, помнят, как начиналась программа «Время». И когда секундная стрелка ровно на 12, начиналась музыка Свиридова «Время вперед» и, собственно, программа «Время». В Беларуси был свой аналог, программа «Панорама». Но конкретно эти часы нам показываются, потому что это начало 90-х. И, как видите, здесь бело-красно-белый флаг используется. То есть это буквально 4 года независимости Беларуси. Я не знаю, где они вообще даже отыскали это видео, начало новостной передачи с бело-красно-белым флагом, но это было и действительно используется в клипе. Это тоже отсылка к «Калыханке», к словам в самой «Калыханке». Давайте я вам это место поставлю в исполнении группы «Нави-бэнд». Они сделали кавер на «Верасов». Но если в самой «Калыханке» слова означают, что игрушки, сказки спрятаны под подушку, потому что пора спать, то в песне группы «Дом Сувези» игрушки спрятаны, заброшены. То бишь такая атмосфера лёгкого декаданса. Ещё раз отмечу, что ссылки на все видео, которые вы здесь видите, будут в описании в прикреплённом комментарии. «Где вы, мои мечты, где исчезли со всех экранов» — это ни к чему не отсылка, это просто лейтмотив всей этой песни. Обратите внимание, сейчас проехал портрет Александра Солодухи. Никто в Беларуси не ставил портрет Александра Солодухи у себя в шкафах или на столах. Просто, опять же, отсылка к 90-м. Думаю, даже если вы не беларусь, вы, наверное, слышали его песню «Здравствуй, чужая милая». «На небе пять зорок» с ничками стали. «Пять зорок» — это отсылка к телеигре, которая шла на белорусском телевидении в 90-х, которую вёл Олесь Кругляков. Она так и называлась «Пять зорок», «Пять звёзд». «Национальный костюм». Кто это такие, номер один, кориласка? Это хусары. Это безумно хусары. Ваши аплодисменты. Первые пять талеров зарабляют нашу денег под номером один. Это 1994 год. Это вот ведущий Олесь Кругляков. Обратите внимание, что игроки зарабатывают талеры. Тогда даже ходили слухи, что в Беларуси вместо рублей будут вводить талеры. Ну, а пять звёзд, собственно, вы видите, надо было по ответам пять звёзд набрать. Сегодня Олесь Кругляков, корреспондент русской службы «Голоса Америки», ведущий программы «Настоящее время. Америка». Как видите, тоже продался западной закулисе. И потихоньку там, очевидно, русофобствует и врёт про Беларусь. Ну, а фраза «Пять зорок зничками стали» означает, что звёзды стали тускло мерцать. Зничка – это такое очень тускло мерцающее что-то. То есть звёзды стали зничками. «Лопнут кем-то воздушный шар». Это отсылка к песне «Воздушный шар» группы НРМ. Песня 98-го года с альбома «Пашпорт громадянина НРМ». НРМ, кстати, расшифровывается как «Незалежная республика Мроя», то бишь «Независимая республика мечта». Ну и, в общем-то, пелось в этой песне о надежде. Дышать с каждым днём всё сложнее, но воздушный шар поднимет нас в небо, всё станет зашибись. Напомню, это 4 года, как Лукашенко только стал президентом. И вот сейчас Дом Сувизи поёт о том, что воздушный шар лопнет. Интересно, кем? Тут ещё, наверное, стоит сказать, почему была написана песня «Воздушный шар». Я, правда, нигде это не читал, но мне кажется, что Ливон Вольский, автор песни, оттуда черпал вдохновение. В 95-м году военный самолёт Беларуси сбил... 12 сентября 95-го года сбил воздушный шар с двумя гражданами США. Естественно, это не были никакие шпионы, это были спортсмены-воздухоплаватели. И это событие намного ухудшило отношения с Беларусью и западных стран, естественно. И в некотором смысле это перекликается с посадкой борта Ryanair. Так что вот такая многослойная прям отсылка. Сбили воздушный шар. Ливон Вольский под впечатлением этого, видимо, написал песню, я не могу утверждать. А потом Дом Сувизи отсылку к этому сделали, что лопнутый поветранный шар. Где ты, деду Бородет? Где ты, пацаватца? Ну, это конкретно припев. И главный герой спрашивает, где дед Бородет, где пацаватца. Это герои детских передач. Причем, вот деда Бородеда я застал. Его сделали в 85-м году. Им управляли три актера. То есть один ногами, другой руками и третьей мимикой, вот головой. И где-то в середине 90-х сама кукла пропала. Но вот эта песня Деда Бородеда, я думаю, помнится многими. Ну, а любителям чего-то посовременнее я рекомендую версию от Ультравожика. Кто я, дед Бородед, а вышел в белый смен. Ну, дальше по ссылкам пойдете и послушаете. Пацаватца – это герой другой детской передачи на белорусском телевидении «Мультиклуб». То ли в 93-м, то ли в 94-м она начала выходить. Но для меня он уже не так был интересен. Я уже был повзрослее. И, в общем-то, его я видел редко. Это инопланетянин, прилетевший в Беларусь, увидевший впервые мультики. И поэтому он тут по мультам угорает. Причем сначала его хотели назвать Цупа-Карацупа. Но был такой герой Советского Союза, Никита Федоровича Карацупа. И, несмотря на то, что Беларусь была уже независимая, сказали переделывать. Так что Пацаватца и Дед Бородед – это главные звезды белорусского детского телевидения 90-х. «Дед Бородед, где ты, Пацаватца?» «Ни одному без вас страшно оставаться». «Ни одному без вас страшно оставаться». В общем-то, это весь припев «Где вы, Дед Бородед, где ты, Пацаватца?» «Ни одному без вас страшно оставаться». То есть человеку, выросшему в 90-х, которое детство выпало на это время, сейчас единственное, что его связывает с реальностью, чтобы не поехать кукухой, это вымышленные герои его детства. «Шаг навстречу 2 назад» Это было такое молодежное ток-шоу «Крок». Я вам вмерковать основные темы, наибольшие рейтинговые по важности и циканности у молодежным асероте. Сегодня на черзе «Молодь и музыка». «Молодь и музыка», молодежь и музыка, собственно, в тему нашего сегодняшнего видео. Ну, а «Крок» по-белорусски «Шаг». Это еще и тому же плакат Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Это отсылка к программе «Видьму-не-Видьму». Как вы понимаете, в 90-х интернета не было, и единственным, в общем-то, окном в мир культуры и фильмов, и музыки тогда была «Видьма-не-Видьма». Пока не появилась музыкальная газета, я оттуда все про музыку узнавал. Именно эта передача, не какие-то там российские, мне было наиболее интересно. Вел ее Сергей Филимонов, потом был большой перерыв, потом где-то, по-моему, в 10-х годах он снова начал ее вести, но уже, конечно, было не то, просто потому что слишком большой объем информации так нам доступен. К сожалению, Сергей умер от ковида. Ирония здесь в том, что он сам был ковид-диссидентом, выступал против прививок. Ну, тем не менее, вот такая судьба, и «Видьма-не-Видьма» одна из тех передач, которые на меня очень сильно в свое время повлияли. За уздымом заняпа, За вершинею болота. За подъемом спад, За вершиной болота. Вот тут я реально не могу вспомнить, точнее, я помню, что была какая-то передача с названием «Вершиня», по-моему. То ли «Сузорье вершинь», то ли «Вершиня зорок». Что-то у меня такое вот вертится в голове. По-моему, это был каких-то конкурс певцов для детей причем, что-то такое. Но я реально не помню, поэтому прошу вашей помощи. Если кто-то из белорусов что-то помнит вот с названием «Вершиня», то прошу написать в комментариях. И сумная только одна панорама. Ну, тут, собственно, сами участники группы проиллюстрировали. Про панораму я уже говорил в начале этого видео, и сейчас была вот заставка панорамы на белорусском телевидении. Здесь, опять же, игра слов. То есть сумная панорама – это в плане, что ты смотришь на окрестности. Сумная – это грустная. Смотришь и тебе грустно. Либо сами новости. Вот эта программа «Панорама» тоже ее включаешь, и там главная новость – свиноматка окатилась в какой-нибудь в Шкловском районе в колхозе Пути Лича. Тоже довольно грустно было это смотреть. Усё ненормально, мама! Усё нормально, мама! Это была развлекательная передача, которая выходила утром в выходные. Я точно не помню, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Вообще такой аналог «Утренней почты». Более того, ведущая этой программы Лариса Грибалёва, я потом видел, даже вместе с Николаевым, какие-то выпуски «Утренней почты» вела. Интересно, что, ну, кто меломан и, например, любит Элвиса Пресли, должен узнать, что тут звучит «That's all right, мама» Элвиса Пресли. В общем-то, это на основе его песни «Заставочка и сделано», и название тоже. А вот это в конце «Дыры-дыры-дым» у нас даже выходили сборники в Беларуси, «Дрым-дым-диско» назывались. То есть каких-то белорусских исполнителей, которые перепевали, по-моему, на белорусском или на русском языке, хиты английские. И это вот под лейблом «Дрым-дым-диско» в девяностых выходило. Ну, дальше снова идёт повторение припева. Я думаю, на нём я не буду останавливаться снова. Наверное, стоит отметить вот этот фрагмент, где на фоне идёт выступление группы Крама. И герой ставит перед телевизором драники и, я так понял, наливает молоко. Я не думаю, что это к чему-то отсылка конкретно, потому что я не помню у Крамы песен про драники и молоко, честно говоря. Просто такое белорусское застолье, что ты включаешь Краму в девяностых, ставишь драники с молочком и вперёд понеслась. Детский, 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 бороди, где мой дитячий смерть, где мой дитячий свет, где телевизор «Горизонт» 5-е поколение. Ну, здесь просто в очередной раз спрашивается, куда ушло детство, куда ушли все надежды. Единственное, вот тут отсылка, «Горизонт», «Телевизор «Горизонт» 5-е поколение», это была действительно реклама, такая в 90-х, когда Минский завод «Горизонт» начал выпускать новые телевизоры, это вот рекламировалось. Я, к сожалению, не нашёл видео этой рекламы, но оно реально отложилось в голове. Моё поколение росло в лету тенях. Здесь, мне кажется, важным обратить внимание вот на эту фразу «Моё поколение росло в лету тенях» это на русский можно перевести как «Моё поколение росло мечтая» или «Росло в мечтах». Другие сказки по телевидению и сейчас главный вопрос этой песни, я думаю. Неужели всё утрачено? Неужели всё потеряно? На этот вопрос я предлагаю моим зрителям ответить. Перечисляется всё, что было в 90-х, на чём мы росли, что заставляло нас воспринимать мир через призму телевидения и является ли нынешний мир тем, каким мы о нём мечтали. Как мы его уявляли, по-белорусску скажу? Как мы его себе представляли? Я думаю, что на этот вопрос могут ответить не только белорусы, которые на этом выросли, но и жители других стран, которые смотрят моё видео. Неужели всё страшно? Ну и дальше ещё раз идёт припев этой песни. Довольно много, естественно, довольно много ещё телепередач не упомянуто в этой песне. Например, такие детские передачи, как «Уся справа у капелюши», что по-русски всё дело в шляпе. Ты весь салон спешный гуляй, Свои познаниями показать. У капелюши справа уся, Живёт тут дружная семья. Также молодёжная программа «5ю5», она появилась в 97-м году, я подростком её начал смотреть, потом в ней участвовал. Вот выпуск 2001 года, в котором ведущая Катя Пытлива, я думаю, многим вам знакомая. Ну, белорусам, белорусам. Она белорусам в первую очередь знакома. Тут моя группа «Штрихкод» участвует, в которой я принимал участие. Вообще из «5ю5» вышло довольно много известных, даже на весь бывший постсоветское пространство людей. Например, Дмитрий Шепелев, то бишь муж Жанны Фриске и ведущий многих программ на украинском и на российском телевидении, он начинал вот здесь в «5ю5». Денис Курьян, ведущий белорусского телевидения. Ладно, вот себя ещё покажу. В общем-то, с тех пор не особо я сильно изменился, очки другие и немножко щёчек наел. Или вот ещё один выпуск «5ю5» со мной, ведущим которого является Иван Подрез. Я думаю, некоторым из вас он известен по каналу «Лонгплей Лирикс». Вот такой молодой выглядел. Кто, кстати, не в курсе про каналы «Лонгплей Лирикс», тоже посмотрите. Иван потом с тех пор работал и на радио, и на белорусском телевидении. Сейчас, конечно, в эмиграции. Ну и ещё много передач неупомянутых. «Карамболь», «Сузорья надей», «На скрыжеваниях Европы» и гэтагдалей, гэтагдалей. Но вот благодаря этой песне действительно я как на машине времени перенёсся в прошлое. Я не думаю, что надо говорить, что раньше было лучше, сейчас не то. Дело в том, что сейчас просто белорусским творцам, те, кто действительно могли бы создавать что-то интересное новое, это делать не дают. Потому что без свободы это невозможно. А в 90-х эта свобода была, и поэтому создавались такие передачи, которые запомнились надолго. И сейчас просто даже нету аналогов. Естественно, там не та динамика, которая в нынешнее время должна быть у передач. Не то качество картинки и спецэффектов даже. Тот дух свободы, который там был, всё ещё тянется и ощущается даже сейчас. И вот вдохновляет, например, группу Дом Связь, Дом Сувязи создать песню «Где ты, Дед Бородет?». Ну, а к вам, мои дорогие зрители, несколько вопросов и пожеланий. Во-первых, напишите в комментариях, если я где-то нечто наблытал и сказал не то, и что было. Возможно, память меня как деда уже подводит. Во-вторых, предлагайте ещё песни для разбора. Это не обязательно будет на какую-то историческую тематику. Просто вот в какие-то песни Навалин смысла дофига. В них действительно интересно разбираться. Мне, например, на ум сразу приходит Deutschland от Rammstein. Правда, я не уверен, что мне её дадут на ютубе разобрать и не забанят. Обязательно сходите по ссылкам, которые я вот размещу в описании к этому видео и в прикреплённом комментарии. Там ссылки вот на всё то, что я вам показывал. Можете отдельно, без меня вспомнить и посмотреть. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и, возможно, как-то финансово поддержать канал, раз вам это видео так сильно понравилось. Все ссылки, реквизиты и прочее-прочее в описании. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо группе Дом Сувези за то, что зарабили гэтую песню и видео, как мы могли гэта разобрать разом. И вот их клип кончается на том, что Дед Бородет и Пацава Ца приходят к главному герою в гости. Нашлись! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok